МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чуть было не сказал, видит Бог, как я спокойно отношусь к коммунистам. Но не стоит склеивать противоположности. А к коммунистам я действительно отношусь спокойно. Ясное дело, что было в СССР и много хорошего, и много плохого. Сейчас модно говорить только о плохом. И мы сегодня об этом же поговорим. И не потому, что идем нога в ногу с модой. Просто все остальные выпуски были обо всем хорошем, что создал КПСС. Например, Азербайджан. Согласитесь, если бы не КПСС, то и выпусков бы наших еженедельных не было. Уже хоть какой-то позитив. Тем не менее, сегодня о коммунистах. И, скорее, не столько о коммунистах, сколько о их идеологах. В частности, о Карле Марксе не удивляйтесь. Надо признать, при всех своих достоинствах и недостатках армяне народ благодарный. У них хорошая память, я говорю, от третьего лица. И эта память сохраняет и хорошее, и плохое на долгие годы. Именно поэтому, где бы ни жили армяне, они легко и быстро входят в контакт и погружаются в новое общество с головой. Приносят плоды, делают все возможное во благо той страны, в которой они живут. Будь это страны постсоветского пространства, Запад или Ближний Восток. Так случилось и в 18 веке, когда, дабы ослабить Крымское ханство, императрица Екатерина II переселила армян на Дон, где они в 1779 году образовали свои колонии. Селение Чалтырь, Крым, Несвятай, Султан Салы, Большие Салы, и главное поселение, выросшее до города, Нахичевань-на-Дону, который позже был присоединен к соседнему городу Ростову и нынче образует один большой город Ростов-на-Дону. Как видите, армяне, поселившиеся на Дону, снова не стали иждивенцами, продолжали жить своими колониями, возделывать землю, строить поселение. И не только это. Армяне на Дону стали законодателями печатных СМИ Серафима Рутюнов, например. Армяне на Дону основали свой театр, старейший на Дону. Армянские предприниматели на Дону стали открывать свое дело, и все больше их бизнес-детища из Нахичевани-на-Дону стали распространяться по Ростову, соседнему городу. Говорят, это потому, что мэрия Нахичевани-на-Дону облагала своих предпринимателей огромными налогами. Тогда как соседний Ростов, наоборот, щадил предпринимателей для большего их приезда в Ростов и строительства бизнеса. Впрочем, то же происходит сейчас и в Армении. Ведь ни для кого не секрет, что армянам сложно строить бизнес в Армении из-за, мягко говоря, огромного контроля людей в верхах. К примеру, один мой приятель из Сочи нынче строит дельфинарии в Иране. Я поинтересовался у него, почему в Иране, почему не в Армении. На что он ответил. Иран дал мне полную свободу в открытии бизнеса на его территории. И даже на некоторое время избавляет меня от налогов. А в Армении, как только я начал переговоры, сразу же речь пошла о крупных деньгах, да еще и в качестве задатков. Впрочем, мы отклонились от темы. Итак, сама суть вопроса. До большевиков на месте сегодняшнего памятника Карлу Марксу в Нахичеване на Дону возвеличивалось изваяние императрицы Екатерины II. Армяне Дона решили восстановить справедливость, убрать из площади памятник Карлу Марксу и на собственные средства поставить памятник императрице. Сам проект уже готов. Помнится, год назад многие были недовольны таким решением. По большей части это те, кто привык к памятнику Марксу, всего лишь привык. И те коммунисты, что и самого черта готовы признать, лишь бы у черта была наколка с серпом и молотом. Я повторюсь, ничего против коммунистов не имею. Мои деды и отец были коммунистами. Но коммунисты коммунистам рознь. И коммунисты должны понимать, что не все красное справедливо. В данном случае Карл Маркс, учение которого еще Ленин очистил от шелухи. И в СССР компартия была не столько марксистской, сколько ленинской. Так кто такой Карл Маркс и какое отношение он имеет к армянам и русскому человеку в частности? Ведь речь идет прежде всего о российском городе, о Ростове-на-Дону. Родился Маркс в еврейской семье в Германии. Со стороны матери и отца до глубокого поколения все были раввинами. Однако отец Маркса, Генрих Маркс, стал празелитом и принял католическое христианство. Некоторые говорят, что принял протестантизм. Но не суть важна. Карл же хоть и был крещен, но атеизм в нем победил. Отец Капитала женился на немке-аристократке Жене фон Вестфален. В этом браке у них родилось шесть детей и один от прислуги. Кстати, ребенка от прислуги усыновил Энгельс, но позже ребенок пропал. Трое детей Маркса умерли в младенчестве. Две его дочери покончили жизнь самоубийством. От ряда его современников остались записи, что Карл был безудержным игроком и биржевым спекулянтом. Не воздержан к алкоголю, а в быту неопрятен. Во всяком смысле, мыться он не любил. В молодости состоял в тайных сатанистских обществах. В них он был задействован в качестве воспевателя сатаны и часто читал свои творения. О таких творениях и сатанистских пристрастиях писал даже сам нарком просвещения РСФСР Луначарский. Вот один из стихов Маркса. Ты о чем? О песнях рая? Саблей зарублю тебя я. Бог не знает песен, нет. Песни это адский бред. Что ведет к бездумью души? Мне напел их дьявол в уши. Дьявол такт мне отбивает. Он смычок мой направляет. Любопытно, что автор «Капитала», книги, которая служит Библией для коммунистов, в поэме, посвященном сатане Ауланам, имеются такие строки. «Приняв мое учение, мир глупо погибнет». Кроме того, не следует забывать отношения Маркса к России. В бытность того, как он работал в газете, раньше «Цайтунг» Маркс часто призывал Германию к войне с Россией. В одной из статей определил всех славян контрреволюционной расы, опухолью Европы, неспособных к прогрессу и цивилизации. А в книге Маркса «Разоблачение дипломатической истории XVIII века» можно найти несколько цитат антирусских, как, например, это. «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжает играть роль раба, ставшего господином». Затем объявил Петра I монгольским рабом и одновременно политическим преемником монголов, которому Чингисхан завещал осуществлять план завоевания мира. Если изучить биографию Карла Маркса, то можно найти десятки антирусских или антироссийских цитат. А теперь задумайтесь, чьи памятники украшают сотни российских городов и подумайте над тем, нужен ли образ этого человека в одном из крупнейших городов России, Ростове-на-Дону, городе русской казачьей славы, который всегда был форпостом между Центральной Россией и Югом. Более того, нужен ли памятник не только русофобу, но и отпетому армянофобу в городе, которым сами же армяне основали, на Чичеване-на-Дону, да еще и в самом его центре. Иначе как издевательством над армянами это не назовешь. Историк Василий Вареник назвал Маркса «Вдохновителем геноцида армянского народа». Он отмечает, что работая в газете, Маркс однобоко и крайне озлобленно освещал события русско-турецких войн. Симпатии были на турецкой стороне. Откровенно мечтал о победе Османской империи над Россией и шумно радовался каждому успеху турецкого оружия и печалился турецким поражением. Маркс называл армян одним из немногих примеров чисто буржуазной нации. Даже простых крестьян называл буржуазией, только мелкой. Я бы хотел обратиться, прежде всего, к апологетам Маркса. Не знаю, кто эти люди, коммунисты ли, или сочувствующие им, или просто из тех, что готовы раздуть скандал из ничего. Последние так и вовсе защитили бы хоть самого дьявола, если бы его изваяние поставили в СССР. Но не нужно быть такими радикальными. Необходимо задуматься над тем, что сделал для вашего родного города один из известных мировых русофобов и армянофобов, чтобы отстаивать памятник в его честь. Тем более он стоит там, где некогда стоял памятник императрице Екатерины II, при которой совершались в России большие преобразования. Именно Екатерина 8 сентября 1783 года подписала манифест о присоединении Крыма к России. При Екатерине турецкий десант, высадившийся на Кинбурнской косе, был разбит подоспевшим войском полководца Суворова. Это стало первой серьезной победой в войне. При Екатерине в 1789-1790 годах русская армия во главе с Суворовым взяла штурмом, считавшуюся совершенно неприступной, крепость Измаил. Затем одержала победу у Факшан. Также при Екатерине в 1791 году русским флотом под командованием адмирала Ушакова был разбит турецкий флот. Крым, Новороссийские степи, Северный берег Черного моря стали вечной собственностью России. По-моему, стоит задуматься над этим и не вестись на провокацию, которая порой доходит до абсурда. Например, некоторые утверждают, что важен не столько памятник Марксу, сколько сама площадь его имени. Ведь она прилипла к языку... Ну, что ж тут сказать. Вспомните самую центральную улицу Ростова-Энгельса. Кто сейчас помнит, что нынешняя Большая Садовая называлась улицей Энгельса? Только старшее поколение, да и те уже давно ее Большой Садовой нарекают. Словно Энгельса улица никогда и не была. Еще один абсурд. Как я уже сказал, Карл Маркс происходил из еврейской семьи. Между тем, императрица Екатерина II этническая немка. Кому-то даже в голову пришло, что вытесняя Маркса взамен на Екатерину, мы совершаем каменный холокост. Иначе, чем чушью, это не назвать. Шутки шутками, а головушкой думать все ж необходимо. Продолжение следует...